В Адельской области жители Килийского района обвиняют чиновников в земельном рейдерстве. Утверждают, что те лишают их права на аренду сельхозугодий и отдают земли местным князькам. Село на грани социального взрыва. Люди провели предупредительный митинг. А вот что дальше, разбирались мои коллеги. С палатками возле райадминистрации люди со всего Килийского района взбунтовались после случая в селе Десантное, когда на полях, которые обрабатывают много лет, увидели чужую технику. Оказалось, в августе местная чиновница Наталья Пятун отдала земли другим арендаторам, хотя прежние исправно платили за пользование наделами. Просто так вот взяли и отдали. Третьим лицам вообще не имеющим отношения ни к громаде. Вообще просто третьим лицам или своим предприятиям. Своё решение власти объяснили так. У прежних землепользователей не в порядке документы, а новые предложили более высокую арендную ставку. Селяне недоумевают, почему всё произошло за их спинами. Мол, они тоже могли бы предложить такую же цену или даже выше. Считают, их просто обвели вокруг пальца. Да, пусть он дал больше. Но те люди, которые сегодня её обрабатывали, они знают об этом. Чего они не знают, даже сельский голова не знает, что вы уже кому-то дали. Так же не делайте. С главой района митингующие встретиться не смогли. Она уехала по служебным делам. В ответ на прозвучавшее обвинение Наталья Пятун говорит, аграрии сами должны были предложить властям более высокую арендную плату. Фермеров десантного называют взяточниками. Дескать, за обрабатываемые земли они годами платили копейки. Пользуясь тем, что люди не разбираются, понимаете, они вносят смуту. И смотрят, как выиграть свою наглую, беспринципную позицию по отношению к бюджету. Мы сегодня занимаем единую позицию в районе с командой. И мы взяли на себя обязательство поломать эту ситуацию в районе. Поломать вот эту земельную мафию. Селяне, в свою очередь, мафией называют саму Пятун. Дескать, ее команда – это рейдеры, которые уже третий год захватывают земли по всему району. Цель прихода этих людей в район – это земля и государственные деньги. Я хотел помоляться, но, на жаль, мы имеем то, что мы имеем уже сегодня. Люди говорят, не только на словах готовы дать отпор оппонентам. У нас на сегодняшний день создан после этих событий местный отряд самообороны, порядка 70 человек. Если это не прекратится, помаленьку начнем вооружаться. А что, куда? У нас другого выхода нет. На митинге селяне приняли резолюцию. Попросили руководство области и в целом страны стать арбитрами в этом споре. Константин Редин, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал «Интер», Одесская область.